Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад будет в продолжении темы дендритных клеток, но затронет несколько иных свойств. Сегодня уже неоднократно говорилось, что, будучи профессиональными антигенопрезентирующими клетками, дендритные клетки играют ведущую роль в запуске противоопухолево-иммунного ответа, активируя наивные Т-клетки, эффекторные CD8T-лимфоциты и индуцируют антиген специфически противоопухолево-иммунный ответ. Однако исследования последнего десятилетия демонстрируют, что дендритные клетки могут сами подавлять рост и пролиферацию опухолевых клеток за счет прямого цитотоксического и цитостатического эффектов. И вот наличие такой прямой противоопухолевой активности может существенно облегчить поглощение опухолевых антигенов дендритными клетками и, следовательно, способствовать более раннему развитию эффективного противоопухолево-иммунного ответа. И, в свою очередь, дефектность цитотоксической функции дендритных клеток может играть существенную роль в патогенезе развития опухолевых заболеваний. Основные исследования цитотоксической функции дендритных клеток связаны с использованием дендритных клеток, выделенных из периферической крови, либо генерированных инвиттера из циркулирующих моноцитов в стандартном протоколе. То есть это в присутствии ГМКСФ и интерлегена четвертого, так называемые интерлегеновые дендритные клетки. И причем цитотоксический потенциал этих дендритных клеток может усиливаться при кратковременной обработке интерферономом первого типа. В нашей лаборатории, лаборатории клеточной иммунотерапии, проводится исследование дендритных клеток, которые генерируются в инвитро в условиях замены интерлегена 4-го на интерферон альфа. Эти так называемые интерфероновые дендритные клетки обладают рядом особенностей, связанных с их способностью активировать адаптивный иммунитет. Однако противоопухолевая цитоксическая активность таких дендритных клеток изучена практически слабо, а данных о сохранности этанфункции при онкопатологии практически нет. И поэтому целью нашего исследования было изучение цитоксической активности дендритных клеток, генерированных в присутствии интерферона альфа, механизмов ее реализации и также насколько сохранна эта функция при онкопатологии. И в качестве модели онкопатологии мы выбрали внутримозговую глиому высокой степени злокачественности. Это у нас были больные ГРЭИ-3 и ГРЭИ-4, анопластическая астероцитома и глиобластома. Интерфероновые дендритные клетки получали путем культивирования прилипающей фракции мононуклеарных клеток в течение 4 суток в присутствии ГМКСФ и интерферона альфа. И затем с последующим добавлением интерлекина 4, ой, ЛПС на еще 24 часа. Напомню, что эффекторные клетки могут индуцировать гибель опухолевых клеток за счет различных механизмов. Среди них один из механизмов основан на взаимодействии пропоптогенных легандов, которые экспрессируются эффекторными клетками, соответствующими рецепторами, которые в той или иной степени экспрессируются на клетках в мишенях, на опухолевых клетках. К этим пропоптогенным легандам относятся в основном молекулы семейства фактора некроза опухоли. Это сам ТНФ, альфа, фас, леганд, трайл, лимфотоксин и ряд других. Еще один механизм, который участвует в индукции апоптозы опухолевых клеток, это гранула опосредованная. То есть заключается в том, что эффекторные клетки высвобождают таталитические гранулы, содержащие перфорин и гранзин. Наши исследования показали, что интерфероновые дендритные клетки здоровых доноров экспрессируют на своей поверхности пропоптогенные леганды семейства ТНФ, это ТНФ, альфа, трайл, фас, леганд. Кроме того, внутриклеточные определялись компоненты циталитических гранул, это перфорин, гранзин B и молекулы CD107A, которые являются компонентом мембраны этих гранул. Экспрессия такого широкого спектра пропоптогенных легандов ассоциировалась с цитатоксической активностью доноритных клеток против различных опухолевых мишеней. Это против трайл и фас, леганд, чувствительных линий У87 глиобластома, лимфома Джоркит, которая еще также чувствительна к перфорину гранзину, и против ТНФ, альфа, чувствительной линии ХЕП-2. Что касается пациентов с злокачественными глиомами, то оказалось, что доноритные клетки этих больных также способны лизировать трайл и фас, леганд, чувствительной линии Джоркит, У87, но обладали слабой сотоксической активностью против ТНФ, альфа, чувствительных мишеней ХЕП-2. При этом эта дефекция с токсической активностью была характерна как раз для пациентов с высокой степенью злокачественности. А пациенты с низкой степенью, то есть это ГРЭЙТ-1 и ГРЭЙТ-2, доноритные клетки этих пациентов характеризовались сохранной способностью к лизису опухолевых клеток ХЕП-2. Сравнив показатели выживаемости пациентов с сохранным и низким уровнем цитоксической функции доноритных клеток, мы обнаружили, что для пациентов с низким уровнем цитоксической активности доноритных клеток эти пациенты характеризовались низкими показателями выживаемости. Медианная выживаемость у них составила 13 месяцев. При этом эта группа была гетерогеном. Сюда вошли не только пациенты с высокой степенью злокачественности, но и с менее продвинутым степенью. А пациенты с сохранным уровнем цитоксической активности, наоборот, характеризовались на момент проведения исследования, они все были живы, средний срок наблюдения состоялось почти 40 месяцев, и в этой группе также были пациенты, наоборот, с высокой степенью злокачественности. Проведенный нами рок-анализ показал, что параметр цитоксической функции можно использовать в качестве дополнительного эффективного диагностического критерия для диагностики глиобластом. Собственно, был получен патент. Далее мы попытались разобраться, с чем может быть связан дефект цитоксической активности против ТНФ-альфа чувствительных опухолевых мишеней. Напомню, что сама молеку ТНФ-альфа существует в двух вариантах. Это трансмембранная, которая является также функционально активной. Есть фермент ТНФ-альфа, конвертирующий энзим по номенклатуре АДАМ-17, тут в виде ножниц изображен. Он осуществляет шейдинг мембранной формы ТНФ-альфа, отрезает неклеточную часть и образует таким образом растворимую форму ТНФ-альфа. Оказалось, что линия, которую мы используем в качестве мишени ТНФ-альфа чувствительных, не была чувствительна к рекомбинантному ТНФ-альфе и не была чувствительна к супернатантам доноритных клеток-доноров, которые, среди прочего, содержат растворимую форму ТНФ-альфа в достаточно высоком количестве. То есть этот факт наткнул нас на мысль, что здесь ключевую роль играет все-таки мембранная форма ТНФ-альфа в реализации токсической функции. И оказалось, что интерфероновые доноритные клетки больных злокачественными глиомами экспрессировали практически в два раза меньшее количество мембранной формы ТНФ-альфа. И между низким уровнем экспрессии мембраны ТНФ-альфа и цитоксичностью наблюдалась прямая корреляционная связь. При этом этот низкий уровень экспрессии мембраны ТНФ не был связан с какими-либо нарушениями на транскрипционном уровне, потому что экспрессия активной формы фосфорилированной и на ВКПП, то есть это транскрипционный фактор, который участвует практически во всех сигнальных путях, в том числе в путях, которые связаны с синтезом ТНФ-альфа. Уровень экспрессии не различался между доноритными клетками доноров и больных. Однако мы обратили внимание на тот факт, что при низком уровне экспрессии мембраны ТНФ доноритные клетки больных продуцировали наоборот высокое количество растворимой формы ТНФ-альфа. То есть мы наблюдали изменение соотношения между мембраной и растворимой формы ТНФ-альфа в сторону растворимой. И это позволило нам предположить, что такое изменение соотношения связано с более высокой активностью как раз говорившегося фермента ТНФ-альфа, конвертирующего энзима в доноритных клетках больных. Мы попытались заблокировать этот фермент с помощью синтетического ингибитора металлопротеинаста АПИ-0. Увеличилась экспрессия мембраны формы ТНФ-альфа на доноритных клетках больных, снижалась продукция растворимой ТНФ-альфа. И вот такое изменение соотношения уже в сторону мембраны формы ТНФ-альфа за счет блокирования шеддинга приводило практически к трехкратному усилению цитотоксической активности доноритных клеток больных против ТНФ-альфа-чувствительных мишеней. И, наконец, чтобы еще разработать направленные подходы к коррекции цитотоксической функции доноритных клеток, мы оценили влияние нескольких иммуноактивных препаратов на способность доноритных клеток больных лизировать опухолевые мишени ТНФ-альфа-чувствительным. Для этого мы использовали иммуноактивные препараты на основе интерлекина-2 и двуцепочной ДНК, поскольку известно о их стимулирующем влиянии на цитотоксический потенциал НК клеток, цитотоксических лимфоцитов. Добавление в культуру этих препаратов приводило к увеличению экспрессии мембраны ТНФ-альфа, практически не влияя на продукцию растворимой. И вот такое усиление экспрессии мембраны формы ТНФ-альфа ассоциировалось с увеличением цитотоксической активности доноритных клеток больных злокачественными глемами против ТНФ-альфа-чувствительных мишеней. Таким образом, проведенное нами исследование позволяет заключить, что доноритные клетки больных злокачественными глемами характеризуются селективным дефектом против ТНФ-альфа-чувствительных опухолевых мишеней. Этот дефект связан с низкой экспрессией мембраны формы ТНФ-альфа на пост-транскрипционном уровне и может коррегироваться блокированием ТНФ-альфа, конвертирующего фермента, или также стимуляцией доноритных клеток интергеном вторым или двуцепочным ДНК. Спасибо за внимание. Спасибо, Тамара Викторовна.